Друзья, ну и начинаем мы комментировать фасткап номер 8045. У микрофона, как всегда, я Дугер. Ну и в рамках полуфинала у нас две команды. Ваня ищет рейтинг против имбаланс 17. Ну и что, у нас четвертый пик. Ваня ищет рейтинг, будут играть за Дайер. Соответственно, имбаланс за Радиан. Давайте быстренько глянем профайл. Ваня ищет рейтинг. У нас аматор команда. Две победы, два поражения, как и имбаланс. Пять побед и восемь поражений. Вот такой у нас полуфинал. Аматор команд в верхней сетке, в принципе, тоже аматоры. Поэтому ничего страшного. Давайте перейдем к пикам. Имбаланс. У нас пикнули Венши Фулл Спирит, Разор, Леон. И у них четвертый пик. В бан они отправили Акса, Тролля, Дэш Профит и Тайд Хантер. А в ответ у нас забанили Бриселбек, Джиггернаут, Омник и Дум. В пик у нас ушли Огар Мак, Кристал Мэйден, Андайен и Виндренер. Ну и что? Ооо, два саппорта. Два саппорта, которые очень давно вышли из меты. А именно Огар Мак и Кристал Мэйден. Видимо, какая-то строта. Ваня ищет рейтинг. Ну что, Имбаланс 17 у них четвертый пик. Разор зашел. Причем неплохо. Есть Виндранерка. Есть у нас еще Андайен, у которого можно высасывать дэмэдж. И в принципе, это неплохо. Минута 20 дополнительного времени у нас остаются команды Имбаланс. И мы ждем. Ждем пока что команды определяться со своими пиками. Напоминаю, что это фасткап. Полуфинал. На 14.00. И уже минута дополнительного времени у нас остается. И Никс заходит довольно-таки быстро. Очень такой грамотный пик. Как я бы сказал, 3 НТВК у команды. Ваня ищет рейтинг. Ну и, соответственно, Никс будет со второго скилла просто уничтожать. Последние баны. Ваня ищет рейтинг. Нужно сейчас забанить, скорее всего, какого-нибудь фармящего персонажа. Может зайти, в принципе, какая-нибудь Фантом Ассасин. Почему бы и нет. Может зайти Свен. Ну, чистая. Такая интуиция. То есть, довольно-таки большой пул персонажа может зайти в 5-й пик в качестве кэри персонажа за Имбаланс 17. Ну, а Ваня ищет рейтинг. Имеет двух саппортов. Есть Хардлайнер. Кстати, скорее всего, будет какая-нибудь агрессивная Трипла. Есть Виндранерка, которая может отправиться либо в Триплу, либо на Миддл Лейн. Ну и, соответственно, опять не хватает фармящего такого персонажа. И банят у нас Нагу. Не совсем понятно, почему именно она чем не угодила эта Нага. Последний бан на этой стадии драфта, и мы ждем. 59 секунд еще у Имбаланса имеется, но еще основное время не потратили. И мы просто ждем. Начинают использовать дополнительное время. Кто сюда может зайти? Может зайти какой-нибудь СФ, почему бы и нет. Может зайти... Ну, нужен какой-то дамажащий персонаж, потому что Ваня ищет рейтинг. Кроме как Виндранерки особо-то и нет дэмэджа. Ну и да, вот Дроу Рейнджа забанили. Второй такой персонаж, который неплохо может настреливать. Неплохой. Имеет ДПС. И ждем. Последний пик. Ваня ищет рейтинг. В верхней сетке у нас две команды. Это СТМ против команды Пикми. Две российские команды, и они борются за выход в финал. А мы сейчас наблюдаем за второй парой, которая борется за выход именно в финал. Последний пик. Может решить все. Минута 20. И что же у нас? Капитан команды Ваня ищет рейтинг. Да, заходит Свен. Я абсолютно угадал. Абсолютно угадал последний пик команды Ваня ищет рейтинг. Имбаланс 17. Ну давайте попробую еще раз. Нужен фармящий персонаж. Кто же может зайти? Фантом Ассасин, Луна. Что-нибудь в таком стиле. Ну и подождем. Угадал я или нет? Сейчас проверим. 10 секунд буквально-таки остается. И дополнительное время начинает использовать. 42 секунды. Буквально последние секунды у нас сейчас на стадии драфта и очень скоро мы перейдем на карту. А пока что у нас Имбаланс пикает последнего персонажа для своей команды. Самара Сити Шаффл. Капитан команды Имбаланс. Да, ну и пока что у нас последний пик. Не забывайте подписываться на канал на Твиче. Также вступайте в группу ВКонтакте. Кнопка есть под актом трансляции. Мне будет приятно и это полезно. Хорошая такая мотивация, я бы сказал. Что, меньше 10 секунд? Неужели будет рандом? Нет, Снайпер заходит и, да, похоже, здесь у нас Снайпер будет медовый разор фармить в трипле и нюкс. Сложно, или же Снайпер отправится фармить, а Разор отправится на миддл лейн. Что-нибудь в таком стиле, я думаю, будет по лейнапу. И ждем пока, что игроки рассядутся по персонажам. Буквально у Гормак остался последний. И мы просто ждем. Когда же он сделает это самое, это самое дело. Ну же, нужно брать персонажа. Ну и в итоге у команды имбаланс 17. В пик у нас зашли Венжин Фолл Спирит, Разор, Леон, Нюкс Ассасин и Снайпер. В ответ Свен, Виндранер, Андайон, Кейстл Мэйден и Огр Мак. За команду Ваня ищет рейтинг. Пики сделаны. Осталось совсем мало это победить. Ну, соответственно, это самое сложное. Стандартная пауза в начале игры, видимо, отошел у нас игрок. Ваня. Это, видимо, тот самый Ваня, который в названии этой команды. Нажимаем. Команды дружелюбные. Не желая друг друга удачи. И мы просто ждем. Давайте пока что-то посмотрим, какие имеются статуи. Вот, это интересно. Вот Энигмы я в первый раз, честно говоря, наблюдаю. Вот, которая именно статуя. Ну и да. Такая хорошая... Хорошие моменты заниматься и забрали. А что у нас у команды Ви Рей? Ну, у Рубика-то так стандартно с Фантом Ассасином. И все, что ли? Ну, можно было и побольше сделать статуи. А, это полет. На метле. На посохе. Что у нас делает здесь Фантом Ассасин? Она, по-моему, делает крит, если я не ошибаюсь. У меня еще такой глаз. На плаще. Ну, а мы ждем. У нас дисконнектнулся Ваня. Бедный Ваня. Видимо, он ищет рейтинг. Да. Совпадают по мыслям. Команда InBalance или IMP. Их аббревиатура. Ну, а пауза-то у нас продолжается. Небольшие задержки по матчам. Видимо, команда Ви Рей у нас буквально-таки сражались за выход в полуфинал. А команда InBalance 17 прошли по фри вину. То есть, не было соперника. Да, ну и, видимо, объясняется, почему Ваня ищет рейтинг. Потому что 1400 ММРа у этого Вани. И поэтому он ищет ММР, точнее, рейтинговую игру, чтобы побеждать и получать ПТСики. Ну, печально. Печально, что этот Ваня отключился. Я надеюсь, что совсем скоро он переподключится. Ну, а мы пока что просто ждём. В принципе, можно пока что перейти к новостям киберспорта, а именно Дота 2. Давайте посмотрим, что у нас на сегодня интересного. Ну, да, самое такое животрепещущее для всех донатеров, скорее. Ну, или для всех, кто любит ивенты. Да, у нас на dota2.com появился комикс. Называется этот комикс «Новые соседи». Как и в обновлении с Ораклом, ребята из Valve решили придумать небольшой комикс, в котором рассказывается предыстория о будущей битве древних. Познакомитесь с «Новой Crystal Maiden», такой вы ещё не видели. Комикс также, кстати, доступен уже на русском языке. Вот такая локализация от компании Valve. И это по-настоящему довольно-таки приятно. То есть английский, русский моментально появляются, буквально сразу после анонса основного... Основная тема, основного поста. Ну, а что, мы пока что просто ждём. Переподключение Вани. Вот Ваня, кстати, переподключился, видимо, нашёл свой рейтинг. Ну, и пока что такая вторая новость на сегодня, более-менее. Это то, что Бёрнинг у нас переходит в команду IG. Это легендарский игрок Dota 2 сцены, Ли Жея. Рассказал на своём стриме некоторые детали грядущего китайского решафла. Он подтвердил своё возвращение на профессиональную сцену в качестве игрока состава Invictus Gaming, а также упомянул о том, что его товарищи по команде Big God, Xio8 и Roteka, вероятнее всего, присоединятся к LGD It's Deck, соответственно. Но у нас тем временем возобновилась игра. Сейчас мы будем смотреть за лейнапами команд. Напоминаю, что это фасткап номер 80-45, полуфинал. Команда Ваня ищет рейтинг против команды Imbalance 17. Imbalance у нас отправляется на нижнюю линию, в свой лес, в пятером. Давайте какие-то интересные решения. Нечасто команды отправляются в свой лес, в пятером. Скорее, они отправляются во вражески, чтобы кого-нибудь зацепить. Но здесь у них тоже есть вероятность небольшая, но есть, что кого-то зацепят. Ну что здесь? Здесь у нас стоят, буквально-таки в пятером, есть смолк, прожимают и... А куда они бежать-то будут? Ну, здесь Undying. Undying, видимо, будет в сложной. Ну, если его отправят в СО, то будет неприятно. Огромное количество дизеба есть онлайне. И что, неужели заход на Рошана? Ну нет. Да, будут принимать персонажа, который будет брать волонтируно. Такая стандартная, в принципе, ситуация. Ну что здесь? Здесь у нас Undying. Поставил вард, который забанит легкий спаун на отводы. И проблем у него не будет. Ну, такой, видимо, и спаун, то есть, буквально один Сентрик, то есть, сюда к этому поставят, и этот вард уже будет виден. Смотрим. На топе у нас подконтролировала четверка команды V-Ray, но, соответственно, на боте Разор разобрал со своей командой Imbalance. Смотрим. Так, видимо. А есть ли Сентрики? Да, есть Сентрики, и я думаю, проблем не будет. Ну что, от команды Imbalance 17. Сложно у нас отправлять Сайнюк. Кстати, прокачал на первом MPL. Я думаю, немножко ему тяжко будет. На виде у нас Разор. И триплайл легкой с фармящим снайпером. Суппортить будет у нас Леон. И Венжи Фулл Спирит, соответственно. Undying у нас будет стоять в соло сложной. Вентуран расправляется на мидл лейн. И на топе фармить будет Свен с Огармагом и Кристалмейдан, которая будет стоять на отводах. Давно я не видел Сэмку. Да-да-да, в комиксе, помимо комикса, точнее, на наше обновление, которое грядет очень скоро, Нью Блум, или Новоцвет, по-моему, как его называли, будет новый герой, это Виверон. Насколько я помню по первой доте, я не сильно играл в первую доту, честно говоря, но помню, что это точно Саппорт. Причем с такими хорошими скилами, типа Оракла. Ну, я не знаю, Оракла, кстати, пока что... Ну, пикали его буквально первые недели две. А после перестали. Здесь Нюкс просаживается, 170 хп, Эй, МПЛ, хорошо, по игру. На развороте у нас товар начал коцать. Ну, 100 хп, кстати, остается, и это довольно-таки больно. А где, Розор пока что насасывает дэмэдж, причем так неплохо. 506 дэмэджа и виндраннер буквально без дэмэджа. Ну, 3 дэмэджа, но... Тремя дэмэджами нельзя добить крипа, если против тебя стоит персонаж. Тем более, Розор, который забрал весь этот дэмэдж. Ну да, я вот говорил, что... Не получится надолго забанить этот легкий спаун. Здесь у нас Венжер Фулл Спирит пока что делает стаки. Вторая минута. И ферз платы до сих пор не было. Я вот говорил, что Нюксу будет очень неприятно стоять на лане, потому что... Имеется довольно-таки большое количество станов, а именно 3... ...стана у этих трех персонажей. То есть, Вен со своим первым скиллом, Огармак... И Кристалка со своим болтом. Ну и пока что команды просто крепаются. Делать им особо нечего. Просто крепаться. Ну, в принципе, это правильно. Шрапнелька здесь у нас пытается зацепить Андайанга. Довольно-таки сильно просил. 340 хп. Пытается убежать. Или с его... Шрапнелька хорошо подсвечивает Андайанга. Вторая. И сейчас его будут забирать под Станин Леон. И это Ферз Бласт. Забирает у нас Венжер Фулл Спирит. Команда Инбаланс. Семнадцать. Ну и по-настоящему это неплохо. То, что Трипла в лёгкой забирает у нас Хардлайнера. Как могло случиться, в принципе, с Нюксом. Но опередила команда Инбаланс. И у Снайпера, соответственно, довольно-таки большой буст. У Венжер Фулл Спирит плюс 350 голды. И появился, соответственно, ботинок. Кристалл Мейден. Он пытается сделать тройной отвод. Обратно на лёгких крипов. Но... Я особо не видел, чтобы такая практика заканчивалась хорошим. Ну что, здесь прогоняют по Тауру буквально-таки Нюкса. Нюкс только второй уровень. Он обязательно должен взять Карапаси. Именно. Ну и теперь проблем у него будет поменьше. Как сильно просаживается Виндранерка от Плазмофилда. Разора. Он сам прокидывает по варшоту. Пытается как-то продамажить. Хотя бы подфармить крипов. Но это не сильно-то и удаётся. Пацаны, у нас Андаинга. Хорошо. Но отстреливать без маны остаётся Андаинг. Вот тебе и... Мнадрейн Леона. Видим, что он... 20 маны в секунду забирает. Но... По сути, это довольно-таки много. Нюкс. Нюкс пока что просто терпит. По крипам всё очень печально. Ну, хотя у Андаинга примерно так же. Поэтому относительно нормально. Но Нюкс не погибал. Здесь у нас Виндранерка подобрала хосту. Давайте посмотрим, может быть какая-нибудь интересная реализация. Или же просто попытается пофармить с этой хостой. Что её трудно зацепить и почему-то не пофармить. Вот такой логикой руководствовалась Виндранерка. Да, ну а топ крипстат у нас это Свен. 20 крипов, 4 дына. Следом идёт снайпер, который в лёгкой тоже фармит. В принципе, 2 мейнк этой карты. А что, здесь пока что делает стаки у нас Виндран... Винджи Фулл Спирит, прошу прощения. ПТ у Свена. А что у нас снайпер? Снайпер... Посмотрим. Может попытаться себе какой-нибудь ПТ затарить. Здесь у нас Нюкс просаживается. Но есть Импейл, есть Карапаси. И зацепить его, ну, нелегко, по крайней мере. На данный момент точно. Туранквилы появляются у Кристал Мейден. Винджи Фулл Спирит активно... Активно делает стаки, и это хорошо. Имеется также Смоук. А куда она хочет со Смоуком-то выйти? Просто поставить варды, что ли? Разор очень активно насасывает демиджи. 42 демиджа на пятой минуте. Наворовать со статиклинком третьего уровня, это неплохо. Тем более у Виндрана-кевиндран, и она убегает довольно-таки быстро, когда статиклинк на неё набрасывает этот самый Разор. Сейчас война за руну Виндрана-кевиндрана-кевиндрана. Подобрала баунтируну. И убегает. Плазмафилд. Здесь у нас продолжает фармить снайпер. Он да, пытается что-то сделать. Тут саппорт отошли, это небольшая ошибка по-настоящему. Харлайнеру нельзя Давать подходить к крипам Тем более к крипам, которые Рядом с мейн керри И поэтому Этот харлайнер может навредить Фарму Вашего же керри Да, ну и соответственно очень хорошо Это для своей команды Шестая минута, один фраг Имбаланс 17 И тут пока что неплохо Саппорты команды V-Ray Активно отпугивают этого нюкса У нюкса монок не так уж и много А здесь у нас саппорты под смоками Выходят на виндранерку Виндран есть Но прожимает зря, потому что Хекс, огромное количество дизейбла И второй килл Оформляет разор На этой карте, седьмая минута Ну и теперь у нас И виндранерка будет просаживаться По опыту и по голде И да, это немножко неприятно Смоу Куагра Видимо хотят сделать ответный ганг Или что-нибудь в этом роде Кстати у них курьер неопнутый Имбаланс 17 у нас С пандой Такой летающий На параплане Нам ведь у нас подтягиваются саппорты Семочка Врос снова Огр То ли подконтролить руну хотел То ли что-то Ну сейчас вот видео Выждает восьмая минута На топе у нас Свен Может погибнуть 70 хп Хорошо Имеется так же стан 40 хп И буквально тычка остается Продает себе что-то Покупает телепорт Стан по троим Хорошо Дамаж Был бы маленький хп И сейчас Могли бы закончиться Вот эти Ребятки Ребятки Которые хотели забрать Ну и в итоге Третий фраг Ну и саппорты Пока что Показывают себя На очень таком Высоком уровне То есть что ли он Что менеджер Фоллспирит Имеют Счет 1-0-2 По фрагам То есть 1-0 убийства 0 смертей И 2 асиста Такие тебе Саппорты То есть Леон Который Получит очень рано Шестой уровень Тут у нас Венжер Фоллспирит Которая будет Тауру Максимально быстро качать Ассасин На 80 хп Отходит у нас Ундайинг Ну так вот Такие саппорты Это очень хорошо То есть ну Смотрите Мидер У нас и так фармит То есть Мы пришли Ганганули Он еще постоял Некоторое время На фрифарме Пока что Вражеский мидер Только придет То есть На телепорт Или просто забежит Кэри Он и так фармит То есть ну Вот 40 крипов А когда ты убиваешь Вражеского кэри Или вообще Хоть кого То саппорты Получают Буст по галде И по опыту В чем Самый плюс Наверное Вот таких Активных саппортов Но опять же Бывают такие саппорты Которые вроде бы Активные Но Они помирают Хорошо Виндетту Использует И у нас тут Погибает Виндранерка Ну да Погонятся за ней Дальше Шейкл А зачем Карапаси Карапаси Это не по таймгу Сейчас его буду забирать И да Вот Вот я о чем говорил Это Неоправданный риск Сейчас еще Разор Погибнет И даблкил В итоге Оформлять себе Виндранерка Ну вот То о чем я Только что Вот буквально Секунду назад Говорил И отключается У нас Нюкс Расстроился Видимо Парень Видимо У нас Ливон Активно Денает 10 денаев Это Неплохо Для саппорта При условии Что еще У снайпера 19 денаев А вот 29 денаев На лайне 30 С учетом Менджер Фулспирит Ну и Да Это Хороший Хороший показатель Но у нас Вторая такая Пауза Надеюсь Что она Не будет Долго Затягиваться Потому что Это Немножко Неприятно Она сбивает С толку Как команда Так и меня Ну и да Пока что Мы просто Ждем Делать Больше нечего Десятая Минута Счет 3-2 Вот сейчас Вдвоем Отдались У нас Инбаланс Разор Вместе С Нюксом Как можно Сказать Просто Загуляли Ну По-другому Это Никак Не Описать Ну а мы Пока что Ждем Напоминаю Что очень Скоро У нас Заканчивается Межсезонка Старладера Это Обозначает Что Еще Быстрее У нас Начнется Старладер 12 сезона Это АМ Серии Сэми Прошу прощения Про И Стар Серии На АМ Серию Вы можете Записаться Аматор Серии Доступна Для любых Команд Регистрация Буквально До февраля 20 числа И да Именно Вы можете Стать Победителем В районе 200 долларов И проход В Сэми Серии Если Если Вы Уже Прошли Аматор И ваша Команда Находится В Сэми То Очень Скоро Состоится Анонс На Сэми Серии С 12 Сезона Ну а Про И Стар Пока что Нету Такой Информации Поэтому Следите За новостями На StarLadder ТВ Все Свежие Новости О Грядущих Турнирах Именно Там Ну а мы Очередной Раз Ждем Пока что Команды Определятся Ну да Еще раз говорю Что это очень Неприятно Когда вот так Команды Отключаются Ну понятно Что Технические Неполадки Это не зависит Никак от игроков Но нужно Подходить К этому Делу Более Серьезно Да Ну и Эйфорита Тут Эзия Чемпионшип Прошла Ну По-настоящему Финал Был Очень Такой Скудный То есть Ну Интернешнл Прям Поверила Духом Этого Интернешнла Который Где Ньюби Просто 3-0 По-моему Не хочу Обманывать По-моему 3-0 Изикаточка И Это вообще Просто Забей По ощущению Команды Не Играли На 10 миллионов Долларов Ну или на Миллион Долларов Как на Дота Эсия Чемпионшип Ну тут У нас Идет Разбор Полета Буквально С вайлдкарда Где Пауэррэнджерс У нас не прошли Спидгейминг Винксгейминг И Энерджипейсмейкер Три китайские команды И одна Белорусская Вайлдкарда Вот такой вот Китайский Вайлдкарт Тур В китайском Интернациональном И в пятером Команда Отправляется На Бот Ну Почти в пятером Хе-хе Десятая минута Счет 3-2 И Заходит Очень агрессивно Под вардом Все это дело Было И Мне кажется Это Прекрасно Понимает Команда И баланс 17 Ну Уже В четвером Здесь У нас Команда А здесь Нету Сентрика Это Огромная Проблема Нюкс Прекрасно Все видит Залетает Волспирит Хорошо Сбривает Семочку Пауэршот По двоим Погибает Леон Погибает У нас Огармак Шапнель Прогибает Снайпер Снайпер Начинает Настреливать На Дайнга Минус 3 Для команды Вирэй И сейчас Убегает Просто Виндранер Пауэршот Ой-ой-ой Как неплохо Он пробивает То саппортов Все-таки Все-таки Как неплохо Он это все делает Здесь у нас Крип Буйный Буйный Крип бегает И Пытается Продомашить 25 демеджа Но это Без учета Физрезиста Там С Физрезистом Будет В районе 15 ХП Стычки Заходит За Т1 Тауэр Сейфт Ипп Моментально Он Дайнг Прилетает Прилетает Огар Маг И сейчас Попытается Зацепить Дикей Дайнг Активно Прокидывает И сейчас Похоже Будет Файт 5 на 5 Посмотрим Как у нас Имбаланс Расположится И все Огр Загулял Чекнул Видимо Лиса Чтобы не было Никаких Партизанов Таких Неожиданных Неприятных Что здесь Ондайнг Выходит В лоб Моментально Розор Дикей Подвоим Хорошо Подморозили У нас Розора Стан от Нюкса Пауэршот Очень сильно Все просаживаются Командой Вирей Это Минус 2 Хорошо Нюкс Просаживается Погибает Нюкс Байбэк От Розора Минус 3 Для команды Вирей Подморозили Здесь у нас Венжи Фоллспирит И похоже Это Тимвайп Это Фулл Мэд 5 Тимвайп Исполнение Команды Вирей Отлично Отыграли Замес Файт Рекап Нам показывает Что команды Подрались 2 в 5 В пульс Команды Имбаланс Ну Байбэк Был Но Мне кажется Байбэк Был максимально Реализован Тут и Плазмофилд Активно Дамажит На 12 Минуте И да Видим Видим Сейчас у нас Ставар Начинает Падать На боте 12 минута Счет 1 с 5 1 с 5 Это неплохо Давайте глянем На нетворс Видим По нетворсу У нас снайпер На первом месте Ну Это неудивительно То есть Команда Выигрывает Замес У снайпера Превосходный Счет Это 3 килла 0 смертей И 6 ассистов 3.06 Сокращенно Такие Гайды Минутки Так вот Снайпер Хорошо фармит По крипсату Он Топ 60 крипов Но можно было Получше Кстати На 12 минуте Но он воевал И поэтому Этот парень Топнут ворс На карте Если это у нас Виндранер Которая медовая У которых тоже Все неплохо Со счетом 4-2-1 Ну и по крипам Она тоже неплохо идет Здесь у нас Разор С мекой Свен Вот Свен на последнем месте Барабаны Это ошибка Барабаны покупать На Свене Против вот такой Пятерки Но Это чрезвычайне Опасно То есть Если это Не будет реализовано То это просто Такой дикий фейл Нюкс Цепляет у нас Нюкс А хорошо Подкоп Двойной Подкоп От Леона И от Нюкса Минус 2 Моментально От Вирей Стан от Свена Очень сильно Просеял Нюкс Моментально Сбили у нас Ульцемочки Минус 3 И похоже Поплыли у нас Вирей А куда Пока что Непонятно Самое что Неприятное 14 минута Здесь у нас Еще прогаляет Виндранер Но Поймать ее Пока что Сложно Нет дегеров Но я думаю Очень скоро Эту проблему Решит у нас Команда Радиантов Имбаланс 17 И второй Тауэр Похоже Будет падать Гриф Обязательно Но сейчас Похоже Имбаланс Пройдется По Всем Та1 Тауэрам Ну и Снайпер Та добил Еще 500 Голды И Дезолятор Появляется На 14 Минуте Имеется Также ПТ И Аквила Превосходный Тайминг Однозначно Мэл Штром Тарит себе Виндранерка Что у нас У Розора У Розора Просто 1200 Голды И может Будет выход В какой-нибудь Аганим Нет Пока что Купит себе ПТ ПТ Тоже важно Да Про него Не стоит забывать Свен Ну вот О чем я говорил 62 крипа Вроде бы Неплохо Но 0-2 Счет Ну и 2 ассиста Но ассисты Не так много денег Приносят Что На виде Леон С Нюксом А что вы хотите Вы хотите Задевать Всю вот эту Компанию Команды Вирей Импэл Начинает Дамажить его Виндранерка Как боится Нюкс По-настоящему То есть Буквально Одна тычка Уже Карапаси Прожимает И отходит Хотя Делается правильно Здесь никакого Абсолютно Вишен Ну то есть Один вард И вот Не видно Абсолютно Ничего Вот здесь Давайте даже Посмотрим Видим Вот такой Вишен У команды Имбаланс Сейчас у нас Втроем На мид Перетягивается Тиммейт Этого Нюкса На топе У нас пока что Получает Уровень Виржи Фуллспирит Все таки Ауры Это очень полезные Штуки И здесь у нас Видимо Байт на Нюкса Хорошо В Карапасе Стреляет У нас Виндранерка Пикают Пикают На карте Но От этого Толку Не прибавляется Видимо Сейчас будет Контроль Рун Именно так А вот у нас Перетягивается Виндранерка И в чем проблема Потому что Снайпер Поформил Сейчас на виде Немножко А команда Вирей Простаивает Просто Стоит И Смоук В пятером Хорошо Без вижена Да Аккуратно Все это сделали И Леон Просто Впереди Планеты Все будут Выходить У нас На Свену А Свен Кстати Тут Коцан И тут Одного Леона В принципе Хватит Сколько У него Ульты Дэмэдж Наносит 600 Ну еще Стан То есть 260 3600 826 Мэджик Дэмэджи С учетом Резиста 25% Вам залетит 700 Дэмэджи Там еще Плюс-минус Тычка И контроль Леон Хорошо Подстанил Агра Настреливать Ну зря Разулетился Леон Можно было На кого-нибудь Другого Более Рационально Но Тем не менее Забрали У нас Агра На топ Летит Снайпер Летит Разор Хорошо Подтягивается Сюда Леон Подтягивается Венжи Фуллспирит И подтягивается Нюкс 5-мэндот Устраивает У нас Имбаланс Ну и по-настоящему Это правильно Огромное преимущество Давайте глянем На график По графикам Мы видим Что 5000 По голде Преимущество И по опуту Примерно Такая же ситуация А Тауэр Это очень быстро Будет падать Снайпер С Дизалем Это минус армор Это больные тычки Под 150 Здесь у нас цепляет Здесь у нас цепляет Цепляет у нас Очень сильно Леона Леон даже Не успел Выйти из станы Ну что Здесь у нас Вдвоем Пока что Все равно Играют Очень осторожно Что может быть Погибает Погибает И теперь он Барабаны 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 Можно покупать На свена То есть Не стоит Осуждать Что Типа Почему нельзя Тарить На свена Барабаны Но если У вас не начинаются Замесы буквально С 9 Десятой минуты То есть Ну Барабаны Хотя Они толк Дают Они Дают Толстоты Немножко Дают Спида Мув Ну и Дэмэджа 3 Целых 3 Дэмэджа Все Да Что Они Под Вардом Сейчас Будут Делать Смоук Неужели Но Нет Нет Не будут И сейчас На видео У нас В принципе Две Команды Я не понимаю Почему Вирей Ходит В 5 Мэн Доту Здесь Вард Поставили Так Палевно С интригой Покупает Семочка Ну а что Мы ждем Продолжение 21 Минута Счет 28 Им Баланс Играют Очень аккуратно То есть Посмотрите Сфап Отвеншивол Спирит Вот сейчас Агрессия Пошла Стан Хорошо Импел Отличный Плазмофилд Разултился Леон Погибает Второй Моментально Командой Вирей Очень сильно Просеял Веншивол Спирит От Андайенга Но погибает В итоге Байбэк у нас От Виндранерки И Больно Больно Очень Этой ЦМки От Снайпера Очередной Тим Вайб Байбэк у нас От Виндранерки Но Она Один в поле Не воин В итоге Позоролись Теперь Пять в один Более Результативно Для Имбаланс Импел Хорошо Спирит Виндранерку Есть Виндранерки Проблем Мне кажется Не будет Ассасин Эт Бдыщ Хорошая Озвучка Ультимативки Снайпера Именно Бдыщ И Сейчас Смотрим Ну И что Она здесь Сделать То Может Ничего И Как бы Бэбэк Не совсем Оправдан А у нас Похоже Заход На Рошана Почему бы И нет Хотя Игроки Команды Веры Все Зареспаунились Но Похоже Им все равно Есть Венжи Фулл Спирит Есть Фейф Террор Есть Медалька И да Еще Дезолятор Это Лютое Количество Минус Армора Видите Все На своих Экранах И что Первый Рошан На карте Падает Это 22 Минута Игры Я не знаю Насколько Хорошо Снайпер Было Давать Аегис Потому что Снайпер Во всех Этих Замесах Он просто Стоит Вдалеке И настреливает Вот Судя по Вот этим Получается Пяти Или четырем Тимвайпам Нюкс Гуляет Гуляет Во вражеском лесу Ищет Противников А здесь Только Свен Который Фармит До сих пор Себе БКБ Видим По натворцу Вместе Обогнал все-таки Вендранерку И еще Нюкс У нас Догоняет Вот эту Двойку От команды Верей Ну тут И Леон Недалеко Тут Венжи Фолл Спирит Ну и вот Вам Ваня У которого 900 Нетворса Ваня Ищет Рейтинг Не просто Так была Названа Команд БКБ Ура Зора Я думал Он будет Выходить Сразу В Аганим Честно Говорю Но Оказалось Все не так Просто Посмотрите Какой Богатый Снайпер У него Мчжеллинир Сейчас появляется Есть Аганим Есть ПТ Аквил И Дизоль И очень Богатый Пикует Что нужно Забирать Топтауэр Мчжеллинир Еще можно Будет Прокинуть На Какого-нибудь Толстенького Нюкса Который Еще удачно Прокинет Карапаси И это Будет Просто Печально И Нюкс Уже Гуляет Хотя Здесь Центряков Нет Здесь Только Один Центряк Но Это Маловато Здесь Видят Свена Прекрасная Леон Развультирился Вендетта Моноберт Задевает Импейлом И погибает Контрольная Тычка Леона Здесь Розор Начинает воевать Четырьмя Сразу Персонажами Вейрей Ну и не по шансам Честно говоря Свап От Венджи Фуллспирица И Вовой С одной Тычки Разбирает Снайпер Это боль Импейл Цепляет Агра Минус Три Минус Четыре Ой-ой-ой Как это Неприятно И опять Одна Вендранерка Остается Сейчас Нужно Идти На топ Тауэр Забирать Двадцать Пятая Минута Двадцать Продолжение Нюкс Активировал Руну Иллюзии И сейчас Этот Тауэр Очень быстро Упадет Глиф Имеется Но Прожимать Его Нет смысла Да Добивает Леон Кстати А что Неужели Агоним Сразу Нет Летят Саппортские Айтемы Это Сентряк И Смуг Что Может быть Лучше Хорошо Залетел Леон По двоим Стан Прокинул Очень сильно просили Команда Вирей Минус 2 Моментально Начинает Местить дальше Агра Минус Огр Минус 3 Уже для Команды Вирей Начинает Высасывать Ману У Виндранера Взлетела Семка Минус Семка И убегает Пока что Виндранер Коцепляет Мпл Хорошо Нюкс Монобёр Но нет Столько Дэмэджа Смотрим АТ3 Тауэр У нас падает Байбэк От Семки Пауэршот Ну Слабо Дамажит Шрапнелька Вторая Шрапнелька Хорошо В принципе С Ассасины Там можно Забрать Семку Я не знаю Почему Это Снайпер Не делает Хорошо Оба Брака На топе Упали Соответственно Мега Крипы По топу Уже Бегут Перетягивается Имбаланс 17 Видимо Хотят Просто Вот так Нагло Пройтись По всем Лайнам И сломать Татри Тауэр Сломать Бараки Ещё Можно Фонтанчики Типа Бить У которых Всего лишь 500 ХП Снайпер 15 тысяч На творца Тарит Себе БКБ Свен С БКБ Наконец Таки Ну Долго Тарил Проблема Проблема У команды Верей С Артефактами Ну и Смотрим Что же у нас будет Дальше Даггер У Винджи Фулл Спирит В принципе Давайте глянем на графики Я думаю Что смысла особого нет То есть 20 тысяч Преимущества По голде У команды Имбаланс И по опыту Примерно Та же история Снайпер С БКБ Ну и Снайпера Теперь Еще сложнее Убить Кстати У снайпера Счет 13 0 17 Это Вот знаете Мечта Любой команды Это Кэрри Который Ни разу Не погиб Ну это Поработали Активно Саппорты И поэтому У него такой Хороший счет Под самоками У нас Команда Верей Входит в Ворожеский лес А здесь В лоб Принимает Буквально Киллион Видит Все это Прекрасно Его подцепили Хорошо Тамба Свап От Венжи Фулл Спирит Пытается Подсейвить Леона Хорошо Стан Разулетился Леон Погибает Леон С Венжи Фулл Спирит Ассасин Нейт Ундайен К минус Здесь у нас Гонится Нюкс Импэйлом Не попадает Ну хотя бы Цемочку Забрать Ну хотя бы Подцепили Нюкса И начинает Настреливать Извалика У нас Снайпер Просто Попробуй Дойди До этого Снайпера Уж потом Что-то Придумываю Минус 3 В итоге Для команды Верей Минус 2 Для им Баланс 17 И просто Пойдут Сейчас Дальше Забирать Т2 Тауэр Который Немножко Коценный Глиффа Да нет Еще 2,5 Минуты Ну и Тауэр Будет Очень быстро Падать Просто Смотрите Это Снайпер Это Снайпер Который Не Погибает И еще Он добивает Тауэр Две Сто Погалде Есть БКБ Есть Межуэльнир Есть Дизоль На 27 Минуте Затар Очень Такой Хорош Дайн Пытает Что-то Придумать МПЛ Мне цепляет Нюкс Второй Раз Промахивается Ну Как-то Печально Йол У Нюкса БКБ У Ведранерки На Меде У нас Пока что Одна Ведранерка Ну Вместе С Леоном Ну Что-то Мы Смотрим И ждем Чекнули Рошана А Рошана Еще нету Второй Рошан Появится Минуты Через Три Может быть Поменьше И чего-то Ждут У нас Имбаланс 17 Почему Не зайти На Хайграунд Пикает Что-то Пора Что-то Делать А что Есть Смоук Хорошо Впятером Имбаланс 17 Выходит На Миддл Лейн Леон Врывается С даггера Хороший Стан По двоим А Продолжение А Как же Как же Оно Ну и сейчас Должны Видимо Протолкать Крипов Чтоб Бэкдор Хотя Бэкдора То нет На топе Крипы Уже Во всю Гуляют И нюкс Залетает Хороший Стан По двоим От Леона Отличный Врыв Цепляет Максимально Быстро Аград Цепляет У нас Так же Цемку Андайан Погибает Свен Прожимает БКБ Начинает Воевать Разор Очень сильно Просаживается Погибает У нас Кристал Мэден Второй Раз Свен Пытает Что-то Сделать Просаживается У нас Все из Команды Имбаланс Это Фулл Мэн Тим Вайф В исполнении Команды Вирей И Гуд Гейм На 29 Минуте Команды Вирей Прописывает 42 12 Просто Великолепная Игра Команды Имбаланс Давайте Напоследок Покажу вам Счет 17 0 17 Очень Красиво Очень Хорошо Для команды Имбаланс 17 Я уверен Что эта Команда Покажет Себя Очень Хорошо На Финале Фаст Капа Номер 80 45 Ну а что Друзья Для вас Сегодня Работал И комментировал Я Докер И забывайте Подписываться На канал На Твичи А также Вступайте В группу Вконтакте И всем Спасибо Увидимся